Вопросы с кем? Добрый день! Я, собственно говоря, хочу познакомить присутствующих с теми работами, которые моя научная группа... Пожалуйста, я представлюсь, потому что меня первый раз пригласили на эту конференцию, мне очень приятно. Я доктор технических наук, профессор кафедры телевидения и видеотехники и Санкт-Петербургского государственного электротехнического института. И моя группа уже больше 10 лет занимается, собственно, обработкой медицинских изображений. И делаем мы это совместно и в интересах Корейского института инновационных медицинских приборов. Поэтому вот та дискуссия, которая здесь была, о искусственном интеллекте, о методах машинного обучения, она мне очень близка, очень понятна. И как раз о тех наших небольших достижениях, которые в этой области мы получили, мне бы хотелось поговорить и, может быть, предложить какой-то свой взгляд на проблему, что такое машинное обучение, о методе искусственного интеллекта и о том, что все-таки, на мой взгляд, предполагается в системе поддержки врачебных решений. Моя презентация будет состоять из двух частей. Первая часть будет связана с той системой, которая уже на сегодняшний день закончена и ушла в коммерциализацию. Это, к сожалению, не эндоскопическая система, не гастроэндоскопическая система. Это система, связанная с крипоскопией, мультиспектральной крипоскопией. Ну и вторая часть – это наши работы в сегодняшнем текущем проекте, который посвящен как раз системе поддержки врачебных решений в эндоскопии, гастроэндоскопии. Ну, я пропущу заслуги своей группы. И здесь вот тот слайд, в котором я хочу еще раз озвучить, что такое система поддержки врачебного решения. Это система, которая теснейшим, я бы сказала, на и теснейшим образом взаимодействует с врачом. Это, безусловно, не конечный автомат середины прошлого века, который принимает решение «да» или «нет». Это система, которая призвана помочь врачу. Она призвана интегрировать результаты анализа изображения, интегрировать результаты диагностики врача и базы знаний системы в некую единую диагностическую задачу и эту задачу решить. То есть в этой системе всегда будет и врач, и, соответственно, интеллект-система. Здесь очень много говорили о том, что система поддержки врачебных решений базируется на искусственном интеллекте. И достаточно широко употреблялся термин «сети глубокого обучения» – дип-люнинг, сверточные нейронные сети. И, собственно, он как-то противопоставлялся машинному обучению. Ну, буквально два слова о этих двух технологиях, просто чтобы то, что я дальше буду говорить, было, может быть, более наглядным. Итак, что такое обычные технологии машинного обучения? Первоначально изображение предъявляется врачу, и врач на нем должен указать, какие признаки нам помогут диагностировать заболевание. Таких изображений набирается достаточно определенная база, и, соответственно, по им затем обучается, специальная математическая обработка делается, и реализуется классификация. В чем отличие дип-люнинга? Первоначально не выделяются никакие особенности, но все равно у вас есть изображение, и этому изображению должен быть сопоставлен диагноз. В чем плюсы, в чем минусы дип-люнинга? Не надо выделять признаки, но все равно нужно, а, сопоставить диагноз, и, б, за все нужно платить. В технологии дип-люнинга за отсутствие необходимости выделения признаков плата, это, соответственно, очень большие базы данных. Это не тысячи, это десятки тысяч изображений, при том, картинки между собой не должны иметь корреляции. Поэтому, на самом деле, безусловно, технологии искусственного интеллекта должны включать в себя и дип-люнинг, который требует достаточно больших баз знаний, и не требует при этом выделения особенностей для классификации изображений. И традиционные технологии машинного обучения, которые предполагают использование первоначально выделения системы признаков, а затем уже классификацию на основе этих признаков. Ну и, собственно говоря, вот таким решением, которое у нас было в нашей практике, это мультиспектральная система для диагностики онкологических изменений шейки матки. Здесь изображения, которые мы анализировали, это были изображения в белом свете и автофлоресцентные изображения при возбуждающем излучении 360-390 нанометров. И, соответственно, результатом работы были карты патологий. В этих картах патологий мы пытались сопоставить каждому фрагменту шейки матки, ткани шейки матки, сопоставить степень соответствия одному из четырех диагнозов. Это норма, это воспаление и неоплазия первой, второй и третьей, соответственно, степени. Ну и, собственно, вот получившиеся карты патологий здесь приведены. На следующем слайде приведена карта патологии с гистологическим подтверждением, то есть из тех мест, где были, скажем так, выделены тревожные зоны, были затем взяты гистологические анализы, и он подтвердил полученные карты. Собственно, говоря об этой системе, я просто хочу сказать о том, что в ней мы не базировались на технологиях дип-лёнинга. Это система, которая построена на технологиях мэшн-лёнинга. Здесь использованы достаточно современные классификаторы, но предварительно, естественно, проводился признаковый анализ изображений. Те характеристики, которые мы получили, возможно, на фоне звучащих цифр, которые здесь были, они, наверное, не так велики, то есть это чувствительность 0,87 и специфичность 0,75. Но я хочу заметить два фактора. Во-первых, чувствительность без специфичности, ну, наверное, никогда не дадут точную картину качества классификации. Потому что чувствительность, по сути говоря, отнесёт к патологии всё то, что не соответствует норме. Поэтому важнейшим фактором является специфичность. Если, собственно говоря, говорить о той специфичности, которую имеет молодой врач, именно врач с малым опытом, то вот здесь и возникает та самая проблема. Всё то, что подозрительно, то есть чувствительность очень высокая, всё это будет относиться к патологии. А вот специфичность в этом случае будет достаточно низкой. Поэтому те цифры, которые мы, собственно, получили, они соответствуют, значительно превышают те цифры, которые соответствуют опыту врача со средним стажем и, в общем-то, являются достаточно значимыми. Ну, шаги обработки, которые мы делали, я пропущу. С точки зрения клинического исследования, исследование проводилось в четырёх сеульских больницах. На выборке пациентов система тестировалась 400 человек и точность построения карт патологии, которая была получена, это порядка 0,8. Ну вот, собственно, фрагменты программного обеспечения этой системы. В правом нижнем углу представленного слайда построена карта биопсии, то есть одновременно с построением карты патологии и со степенью соответствия с заболеванием строили карту биопсии, выделяя наиболее подозрительные участки, которые, собственно говоря, предполагались для дальнейшего исследования уже гистологического. Ну, а, собственно, вторая часть моего доклада это обработка изображений уже эндоскопических, то есть те задачи, которые моя группа решает на сегодняшний день. Это задачи, которые, собственно говоря, делятся на две большие группы, что, кстати говоря, тоже очень характерны для систем поддержки врачебных решений, потому что, коль скоро мы говорим о том, что эта система должна интегрировать усилия врача и усилия компьютера, то это означает, что одна из задач этой системы не только провести анализ изображения, но и сделать картинку как можно более визуально-информативной, с тем, чтобы и диагностика врача проходила в тех условиях, когда будут повышены его возможности по специфичности и чувствительности. Та часть, которая посвящена автоматическому анализу, у нас делится на две части. В одной части мы предполагаем выделение кровотечений, основана здесь обработка на, соответственно, тоже именно признаковая обработка, ну и вот те точности, которые мы получили, приведены, собственно говоря, в табличке. И вторая часть, просто примеры работы системы, у меня, к сожалению, нет с собой видео, маски, которые формируются. Ну и, собственно говоря, вторая часть, это автоматическое выделение полипов, и вот здесь я хочу поделиться той особенностью нашего подхода, которая мне кажется интересной. Дело в том, что в ходе своей работы мы постоянно сталкиваемся с тем, что применение технологии диплюнинга требует очень большой размеченной базы данных. И, соответственно, это на самом деле очень большая проблема, мне бы хотелось отметить, не поняла, может его включить? Нет, он включен. Значит, итак, соответственно, проблема заключается в том, что это очень большие объемы информации, и они должны быть обработаны квалифицированными специалистами. То есть проблема, на самом деле, развития применения сетей, сверточных нейронных сетей в медицине, это прежде всего проблема верифицированных больших баз данных. Поэтому, собственно, та задача, которая нам ставилась, и которую мы пытались решить, это использование, безусловно, технологии глубокого обучения, но на малой базе данных. И, собственно, то, что мы предложили, это так называемый двухкаскадный подход. То есть на первом шаге мы предложили воспользоваться технологиями обычного машинного обучения с выделением признаков, глобальных признаков по изображению, и на их основе провести бинарную классификацию, то есть выделить просто изображение присутствует или отсутствует палип. Речь идет о капсульной эндоскопии и значимом количестве кадров. А, соответственно, уже после того, как присутствие палипа обнаружено, его сегментация и формирование маски выполнялось на основе сверточной нейронной сети. Ну вот здесь, собственно, некие цифры, которые характеризуют точность нашей первой бинарной классификации с выделением, соответственно, кадров, в которых присутствует палип. Здесь использовались глобальные признаки. Классификатором является, ну, довольно мощный, кстати говоря, классификатор, который сегодня имеет и развитие в технологии дип-люнинга тоже. Это Random Decision Forest, леса, случайных деревьев. Ну, цифры, которые мы получили, собственно говоря, это точность классификации 0,87, чувствительность 0,93 и специфичность 0,82. И вот дальше уже после этого мы, собственно говоря, для самой сегментации палипа использовали, ну, традиционнейший вариант. Это просто картинка из учебника. Это UNED нейронная сеть. Потом еще раз хочу сказать, что все-таки ей нужно обучаться. А для того, чтобы ей обучаться, нужна база данных с изображениями. И при том еще должна быть так называемая Ground True. То есть это изображение, на котором палип дополнительно сегментирован. Соответственно, у нас было видео очень небольшое количество. Мы использовали 650, но некоррелированных изображений. То есть это не единый видеоряд. И, соответственно, дальше после обучения, вот, собственно говоря, те маски, которые мы получаем по сегментации палипа. Здесь подсчитан коэффициент Дайса, но это скорее характеристика для тех, кто занимается глубоким обучением. Она просто определяет степень уже совпадения объекта после сегментации. Собственно, заканчивая свой доклад, понимаю, что поздно, все устали. И даже пропустив наши работы по виртуальной хромоэндоскопии, что мне хотелось бы здесь сказать, еще раз подчеркнуть. Ну, во-первых, естественно, занимаясь цифровой обработкой сигналов и машинным обучением, я считаю, что, безусловно, развитие медицинских систем – это область, где должны быть применены технологии искусственного интеллекта. Другое дело, что их не нужно понимать как некий вариант, когда машина все за всех решит. Это технологии, которые, безусловно, базируются на опыте врача. И именно врач с высоким опытом, врач-эксперт, должен в этом процессе участвовать по подготовке баз данных с изображениями. Поскольку это не всегда возможно, то и резкого умирания, надо сказать, довольно эффективных технологий машин-лёнинга, мне кажется, в ближайшее время не будет. А вот их симбиоз, их комбинация, перекладывание на более простые технологии, каких-то более простых задач с последующим уточнением в дип-лёнинге, я думаю, что она возможна. Вот, собственно, наверное, всё. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Уважаемые коллеги, я думаю, что у нас осталось ещё несколько минут для финальных заключений и короткой очень дискуссии. я бы хотел попросить Чезаро вопросов? Комментарии. Комментарии. А, хорошо. Можно? Да, да. Спасибо. До комментариев всех сексов. А можно? Есть. Спасибо. Спасибо.